Образовательный форум «Наше пространство» проходит в формате open air, то есть под открытым небом. Участники – это порядка 300 человек из 30 регионов России – размещаются в палатках и близлежащих пансионатах. Многие приехали с семьями. Я приехал со своими родителями, и мы разместили их вот тут вот. И также мы приехали, мои родители приехали для того, чтобы немножко отвлечься от города и стать инструкторами лагеря навыков. Задача образовательного форума – создать платформу для взаимодействия и объединения людей, донести информацию, что сфера образования в жизни общества и государства является ключевой и требует усовершенствования. Мы, конечно же, хотим улучшить современное образование. Я думаю, что редко для кого, кто будет спорить с тем, что в образовании есть определенные проблемы, и здесь как раз люди собрались для того, чтобы выявлять эти именно как бы не поверхностно, потому что поверхностно многие, наверное, сталкиваются с этими проблемами в образовании, а выявить именно их причину, корень и уметь с этим работать, так скажем. То есть задача – сделать наше образование лучше. Проводится форум для родителей и педагогов, руководителей семейных школ и детских центров – всех тех, кто на практике занимается воспитанием и образованием подрастающего поколения. Это такая большая идиллия, такая семья, где можно говорить сегодня о нашей родине, о нашей России, которая сегодня возрождается. Сегодня очень много рассказано о том, что семья как ценность начинает теряться. И вот эти ребята, которые сегодня здесь собрались, единомышленники, они как раз поднимают, наверное, вот эту идею, эту историю нашего общества. Блогеры и аналитики, писатели, психологи и руководители семейных школ. Каждый из них делится своим опытом, как лучше организовать образовательный процесс школьников и что сейчас мешает ему выйти на новый уровень. У журналиста Анатолия Вассермана свое видение проблемы. В образовании очень ярко проявились системные проблемы не только нашей страны, но и всего мира. Эти проблемы проистекают из заведомо ошибочных теорий. Как их решать? Для начала отказаться от всех реформ, проведенных с середины 70-х годов и основанных на тех самых неверных теориях, а потом принять к руководству более здравые теории и, отталкиваясь от них, действовать дальше. Разрыв поколений, ценностное неприятие и абсолютное непонимание родителями своих детей и подростков – все это результат постоянного пребывания школьников на просторах интернета, уверен блогер Дмитрий Таран. Решить проблему он предлагает с помощью своей авторской методики. Для того, чтобы эту проблему решить, надо со взрослыми поговорить, их надо научить, надо дать им инструменты. Для этого проект «Школа блогера» создавался. То есть учить взрослых для того, чтобы влиять на детей. Привить детям навык и желание учиться, вернуть мотивацию и заинтересовать. О положительном опыте своей методики на форуме рассказал Анатолий Сторожев. Мужчина – автор инновационных проектов и программ в сфере образования. Бархатные школы – это уже традиционный наш лагерь. Мы проводим его всегда в бархатный сезон в сентябре на Черном море для тех семей. Это семейный лагерь образовательный для тех, кто хочет окунуться в новую инновационную образовательную среду, творческую атмосферу. Кто не боится в 1 сентября не пойти в школу, а взять на себя ответственность за образование своих детей. Мы доносим до ребят версию не только ту, которая разрешена очередной властью, а все версии истории, которые имеют место. А на сегодняшний день много накопилось фактов, таких, о которых умалчивать невозможно. Ну, например, последние где-то лет 50, как открытие прославянской письменности. В неофициальной части программы форума – народные игры и забавы для детей и взрослых. Для участников организованы также различные мастер-классы. Обучают всему, начиная от различных ремесел и создания поделок, до умения образно мыслить. Я просто применяю не по назначению, развивая нейронные связи у людей, чтобы мыслили нестандартно. То есть я вам даю возможность перестать задумываться о том, завяжется, не завяжется, получится, не получится. А как оно работает, а почему у нее получается, а у меня не получается. То есть вот это все уходит, вы успокаиваетесь полностью, ловите образ. Но за счет этого я учу детей еще и образы видеть, да, вот этих выстраивать. Стартовал образовательный форум «Наше пространство» 17 мая и продлится до 19 числа. К участию в нем приглашаются все, у кого есть интересные практические наработки в сфере образования и воспитания. Инга Лапикова, Антон Орловский, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.